Еще вчера я был нищим. От меня ушла жена, отвернулись друзья и сбежала собака. Я мог бы опустить руки, но вместо этого я не упустил свою возможность. И всего за одну ночь я добился всего того, чего может добиться каждый. Это ли не успех? Почему-то успех принято измерять в материальных благах, которыми владеет человек. Если у вас есть BMW или, например, яхта, то считается, что вы достигли успеха. А вот что бы вы выбрали? Один BMW или один биткоин? Конечно, сейчас, когда биткоин стоит 60 тысяч, вы бы, наверное, выбрали биткоин. А вот выбрали бы вы биткоин вместо BMW в 2017 году, когда биткоин стоил 10 тысяч долларов. Вряд ли бы вы выбрали биткоин вместо BMW в 2017 году. Хотя BMW в 2017 году подешевела, а биткоин в 2017 году подорожал. Почему же материальные ценности так сильно падают в цене? В то же время цифровые ценности так сильно растут. Как так получилось, что люди готовы платить материальные деньги за количество лайков и просмотров, которые являются сами по себе просто цифровыми показателями? И как же так получается, что большое количество просмотров и большое количество лайков мы можем монетизировать и получить вполне материальные деньги? Цифровое ничуть не менее реальное, чем материальное. Видали, какая яхта? Не яхта, космический корабль. Но что делать с такой яхтой, непонятно. А вот что делать с биткоином, вполне понятно. Получается, что цифровое имеет большие утилити, то есть более широкие возможности для применения, чем яхта. Из-за эпидемии коронавируса большая часть нашей культурной и социальной жизни перебралось в цифровое пространство. Большинство людей начали работать на удаленке. В результате этого мы все меньше и меньше появляемся в мире материальном и все больше и больше проводим времени в мире цифровом. Как следствие, мы становимся все меньше и меньше пользоваться материальными благами и начинаем все больше и больше использовать цифровые инструменты. И это все больше и больше приводит к тому, что мера измерения успеха переходит с материальных благ на благо цифровые. И вот мы с вами живем в мире, где самая дорогая материальная картина Леонардо да Винчи была продана за 450 миллионов долларов. И вот недавно самая дорогая цифровая картина была продана за 290 миллионов долларов. Как вы думаете, как скоро цифровые картины будут стоить гораздо дороже, чем материальные картины? На месте владельца самой дорогой картины в мире я бы уже сейчас обменял ее на самую дорогую цифровую NFT. Цифрофизация неизбежна, но все те проблемы, с которыми мы встречались в мире с материальными ценностями, не сразу исчезнут в мире с цифровыми ценностями. В мире с материальными ценностями я мог спрятать свои материальные ценности под замок. Я мог спрятать их в сейф, но если я вдруг забуду ключ от сейфа, то я могу вызвать команду профессионалов, которая вскроет сейф и достанет для меня мне мою материальную ценность. В мире с цифровыми ценностями все не так, потому что я прячу свои цифровые ценности под цифровую защиту, и у меня есть приватный ключ, который может дать мне доступ до моих цифровых ценностей. Но в случае, если я забуду или потеряю свой приватный ключ, то не только я, но и никто другой не сможет восстановить мне доступ до моих цифровых ценностей. Также еще существуют проблемы, связанные с правообладанием на цифровые собственности, проблемы, связанные с коллективным правообладанием на цифровые собственности. И также у нас есть открытые цифровые ценности, которые не принадлежат никому, или по-другому сказать, принадлежат всем. Как сделать так, чтобы наши общие цифровые открытые ценности не стали собственностью одного человека или малой группы? И на самом деле эти фундаментальные проблемы уже решаются. И один из проектов, который решает эти проблемы, это проект Cyber. А второй проект, который решает вопросы с цифровой собственностью, это проект Pylons. Проект Cyber занимается созданием открытого графа знаний, где любой человек может добавить свои новые знания и никто их не сможет ни удалить, ни цензурировать. А проект Pylons занимается созданием инструментов для создания цифровых ценностей и также созданием хранилища для цифровых ценностей. Ссылочки на оба проекта будут в описании. А пока ставьте лайк, подписывайтесь на канал Фарклок и не забудьте указать в комментарии, с какими проблемами, которые связаны с цифровыми ценностями, вы лично встречаетесь. А я пойду и обменяю свои материальные ценности на цифровые. Продолжение следует... Продолжение следует...